Сегодня нам предстоит поближе познакомиться с обладателем ежегодной премии Гомельского областполкома «Человек-года», который одержал победу в номинации «Человек на земле». В номинации «Человек на земле» почетное звание «Человек-года» присвоено Слийко Олегу Михайловичу, директору коммунального сельско-хозяйственного унитарного предприятия в Сантовском бенадзаре Мозырского района. Протяженность этого хозяйства 90 километров. В его структуру входят 10 тысяч сельскохозяйственных угодий, 54 тысячи голов свиней, свыше 6 тысяч голов крупного рогатого скота, 400 тысяч птиц, переработка мясной и молочной продукции, 28 магазинов фирменной торговли, 80 гектаров сада. Всё это составляет 55% валового производства всей сельскохозяйственной продукции Мозырского района и 50% Наравлянского. Хозяйство шло к этому 20 лет, и за дня в день продумано, уверенно, стабильно. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхозкомбинат Заря» без привлечения – одно из лучших предприятий Гомельщины. «Совхозкомбинат Заря» – премьер хозяйства, которое за два десятка лет из одного свинокомплекса и 300 гектаров земли вокруг него превратилось в многопрофильное, динамично развивающееся агропромышленное предприятие. Такое положение дел – это закономерность, которая имеет место быть при условии, что у руля стоит грамотный руководитель-хозяйственник. Директором совхоза «Совхозкомбината Заря» на протяжении последних 8 лет является Олег Слинько. Работать на предприятии он начал ещё на «Заре» его становления. В 1997 году, сразу же после окончания сельскохозяйственной академии в Горках, он начинал свой трудовой путь в хозяйстве с должности зоотехника. Был первым молодым специалистом, которого взяли на предприятие. Мне в жизни, я уже не раз говорю, что повезло именно, что я попал таким хорошим учителям. Это Владимир Андреевич, как руководитель. Непосредственно на участке, начальником участка у меня была Татьяна Николаевна Самбук, которая сегодня главный зоотехник нашего предприятия. То есть они вот именно научили меня этим азам сельского хозяйства. Судя по темпам карьерного роста, молодой специалист Олег Слинько оказался весьма способным и трудолюбивым. Уже через полтора года он становится заместителем начальника репродукторного цеха на свинокомплексе. А ещё через полтора уже его возглавляет. Именно на этом немалом участке, где в подчинение было порядка 100 человек, Олег Слинько проработал 10 лет. Затем буквально полгода управлял отделением номер 2 в агрогородке Рудня Мозорского района. Из октября 2009 года Олег Михайлович Слинько работает директором совхозокомбината «Заря». У хозяйства досталось довольно такое, ну, на значимых ролях. Довольно такие солидные показатели были и в производственном плане, и в экономическом. Поэтому, когда меня назначили, то первое у меня такое было чувство хотя бы сохранить, не упустить все позиции, которые были. Олег Слинько не скрывает. Было тяжело входить в роль руководителя предприятия и одновременно удерживать высоко поставленную планку. Но трудовая школа, которую он прошёл, учителя, которые заложили основные подходы к организации рабочего процесса, научили общаться с людьми разного уровня, всё это сыграло решающую роль в переломный момент и помогло понять, что необходимо не только сохранить, но и в разы приумножить то, что создавалось с таким усердием. Начиная с 2000 года к совхозу-комбинату «Заря» присоединялись убыточные предприятия. На сегодняшний день в состав хозяйства входят четыре отделения, которые находятся не только в Мозорском районе, но и на Равлянском. Первое – это молочно-товарная ферма на 400 голов в деревне Барбаров. Второе – птицефабрика, на которой изначально выращивали только кур яичных направлений. Сегодня здесь содержат ещё и цыплят бройлерных пород. За год производят порядка 64 миллионов яиц. При средней яйценоскости – 342 яйца на одну курицу-несушку. Это один из лучших показателей в стране уже на протяжении многих лет. Цыплят бройлеров за год выращивают 1 миллион, получают свыше 2,5 тысяч тонн мяса птицам. В отделении номер 3 Махновичи содержится 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Эта ферма специализируется на производстве молока, а также на выращивании и откорме крупного рогатого скота. И, наконец, четвёртое отделение – физинки на Равлянском районе. В его структуру входит молочно-товарная ферма и новый свинокомплекс на 8,5 тысяч свиней. Четыре года назад в Махновичах начали высаживать сад. Поэтапно там каждый год по 20 гектар садили сада. На сегодняшний день у нас 80 гектар. И вот первый сад уже перевезён в плодоносящий. И в этом году из 20 гектар получили 400 тонн яблок. В структуре пассивных площадей хозяйства до 50% занимает кукуруза. Именно от урожая этой культуры зависит вся кормовая база со вхозом. Уже на данный момент мы за сентябрь месяц заложили 33 тысячи тонн кукурузного силоса, что позволило создать прочную кормовую базу для нашего крупнорогатого скота. То есть мы обеспечили более чем годичный, практически полуторагодичный запас силоса. На данный момент в хозяйстве идёт уборка кукурузы на зерно. Уже намолочено свыше 20 тысяч тонн зерна. На данный момент урожайность свыше 100 центнеров с гектара. Предстоит убрать ещё где-то около тысячи гектар. Но я думаю, что ещё где-то около 10 тысяч тонн мы намолотим. И валовый сбор зерна кукурузы составит порядка 30 тысяч тонн. В совхозе-комбинате «Заря» имеется цех по переработке, где выпускается свыше 200 наименований продукции. По объёмам переработки он не уступает ни одному мясокомбинату и соответствует всем техническим требованиям регламента таможенного союза. В сутки здесь производится до 15 тонн продукции, которая реализуется в 28 фирменных магазинах. Также в хозяйстве имеется мясная кулинария. В месяц кулинарных изделий выпускается до 90 тонн. В «Заре» работают только на охлаждённом сырье и только по заявкам фирменной торговли. А это значит, что продукцию под известным брендом «Дары от Зари» покупатели приобретают только свежую. Кстати, есть в линейке «Зари» и продукты питания для детей, в которых полностью отсутствует глютамат натрия и другие пищевые добавки. Модель работы, основанную на дисциплине, которую создал ещё первый директор совхозокомбината Владимир Дворник, взял на вооружение и Олег Слинько. Каждое из присоединённых отделений прошло путь перестройки жизни на «Ладзари». Вся работа здесь расписана по минутам. Каждый сотрудник несёт ответственность за свой участок и дорожит своим местом. В результате текучесть кадров на предприятии минимальная. Здесь дорожат костяком специалистов, которые работают далеко не первый год. Должное внимание уделяют и подбору молодых кадров. Мы стараемся, чтобы эти специалисты побыли у нас на практике. То есть после третьего, после четвёртого курса, чтобы были на производственной практике. И уже, в принципе, видим человека. То есть видим его желание работать, его навыки, стремление к чему-то. И если более-менее нормальный молодой человек, то, конечно, забираем на работу и уже потом дорабатываем всем коллективом, чтобы всё получился нормальный специалист. Многое уже сделано в хозяйстве. Но на достигнутом здесь останавливаться не собираются. Ведь, к примеру, в саду ожидается прирост урожая. А это значит, что нужно строить хранилище. Сейчас идёт проектирование ещё одного фирменного магазина в Гомеле. Уже сегодня мы занимаемся строительством фермы для выращивания родительских форм цыплят-бройлеров. То есть это будет новое направление в нашем хозяйстве, чтобы получить инкубационное яйцо и чтобы получить суточных цыплят своих. И на территории Нарвлянского района имеется бывший свинокомплекс, который пустой сегодня стоит, в таком аварийном состоянии. Но часть зданий неплохих. Вот сейчас мы тоже где-то район, областной бюджет должен помочь. И будем тоже строить ферму ещё одну по молочной товарной на 600 голов. То есть мы не стоим на месте. За неизменно высокое качество, широкий ассортимент и изысканный вкус продукции государственное предприятие «Совхоз Комбинат Заря» трижды удостойно дипломов «Золотых уст» неоднократно заносилось на областную и республиканскую доски почётом. Наведение порядка на земле – это ежедневная работа, которая никогда не останавливается в «Совхозе Комбинате Заря» на протяжении двух десятков лет. Подтверждение этого – очередная награда, а именно премия Гомельского областполкома «Человек года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok